Поведенческие шаблоны Тем самым они характеризуют управление в программе и вводят своеобразный фактор времени За исключением двух шаблонов Цепочка ответственности, Chain of Responsibility и Хранитель Memento Все они будут рассмотрены далее в нашем курсе Первый поведенческий шаблон пространства Gov – команда Шаблон команда позволяет инкапсулировать запросы в объекты в памяти процесса Таким образом, то или иное атомарное неделимое поведение мы представляем в виде состояния Которое в свою очередь, например, отражает актуальные значения параметров вызова этого поведения или запроса Представляя запросы как объекты в памяти, то есть как переменные, мы можем комплектовать их в контейнеры Наиболее распространенным примером такого контейнера являются очереди команд Располагая в архитектуре системы очередью команд, мы получаем возможность двигаться по этой очереди в прошлое или в будущее Отменяя действия или повторно выполняя те или иные команды Кроме того, такую очередь нетрудно сохранить в дисковой памяти и прочесть ее снова Последнее обстоятельство дает нам возможность организации так называемой межсессионной памяти Когда программа, будучи открытой вновь после очередного закрытия, помнит те операции, которые были выполнены ею прежде Это открывает новый уровень удобства во взаимодействии с пользователем И, безусловно, не останется без внимания со стороны тех, для кого предназначены ваши продукты Шаблон команда, пожалуй, один из немногих Отличается достаточно большим количеством участников, каждый из которых наделен своей специфической ролью Рассмотрение данной UML-диаграммы начнем с участника-инициатор Invoker Инициатор, как следует из его наименования, формирует команду и располагает всей доступной информацией о ней Абстрактная команда определяет лаконичный интерфейс вызова всех возможных конкретных команд А каждая конкретная команда располагает информацией о ее состоянии То есть, в первую очередь, параметрах вызова А также о возможном получателе Участнике receiver, который, в свою очередь, вообще говоря, может отсутствовать Вопрос наличия или отсутствия участника-получатель команды Это, в первую очередь, вопрос интеллектуальности самой команды Чем сложнее и самостоятельнее команда, тем меньше она нуждается в участнике-получатель Текущий слайд иллюстрирует, каким образом может быть организована простая команда без памяти Определение без памяти означает, что в составе команды нет специальных атрибутов, отвечающих за хранение ее состояния или передаваемых получателю параметров вызова Заметим, что класс-получатель команды задан в данном случае как аргумент шаблона класса команды А указатель на конкретный метод получателя специфицирован как встроенный тип action Изучая представленный на данном слайде фрагмент исходного кода Большинство наших зрителей, наверное, уже догадались о том, каким образом необходимо расширить шаблон класса на ситуацию наличия состояния или памяти в составе команды Достаточно добавить в состав формальных параметров конструктора Еще один параметр, отвечающий за состояние, либо группу таких параметров Инициализировать их в самом конструкторе и передать получателю Либо, на случай, когда команда выполняется автономно, использовать их непосредственно по месту хранения Определение входящего в состав класса команды шаблона метода execute А также вызов этого метода по отношению к экземпляру конкретной команды Специфицированному соответствующим классом получателям На наш взгляд является достаточно тривиальным По этой причине мы предлагаем изучить данный исходный код нашим зрителям самостоятельно Еще один поведенческий шаблон-итератор уже известен вам по стандартной библиотеке шаблонов языка C++ Точно так же, как итераторы в STL, итератор как паттерн пространства Gov Призван организовать доступ или, говоря иными словами, обход некоторого составного объекта или агрегата Итератор может являться как специализированным и быть предназначен для обхода только одной категории агрегатов Так и полиморфным, обладая возможностью осуществлять эффективный доступ к нескольким различным категориям агрегатов или контейнеров одновременно Каждый экземпляр итератора – это своеобразная активная точка доступа к содержимому соответствующего агрегата или контейнера Применительно к каждому конкретному агрегату таких итераторов может быть несколько Да и сами итераторы также могут отличаться по своим свойствам В частности, среди них выделяются итераторы, обладающие минимально необходимым или расширенным интерфейсом Итераторы, которые управляются извне Итераторы устойчивые к выполнению операций вставки или удаления из рассматриваемого агрегата Полиморфные, пустые итераторы и т.д. Отдельные категории итераторов самоочевидны, а некоторые нуждаются в нашем дополнительном рассмотрении Именно этим мы с вами сейчас и займемся Начнем с итераторов с расширенным интерфейсом По утверждению Эриха Гаммы и его соавторов Для того, чтобы итератор состоялся как самостоятельный участник программной системы Ему достаточно наличия четырех методов в интерфейсе Имена этих методов приведены на текущем слайде И совершенно очевидно, каким образом они коррелируют с уже известными вам методами и операциями-функциями итераторов STL В частности, метод first, приведенный в описании абстрактного итератора, соответствует методу begin итераторов STL Метода next у итераторов STL нет Однако имеется перегруженная операция-функция инкремента Аналогичным образом отсутствует метод currentItem Который заменяет операция-функция звездочка В качестве критерия окончания перебора элементов агрегата или контейнера В STL используется сравнение двух элементов итераторной пары на равенство Как только итератор first достигает значения last, перебор завершается Понятно, что эту же логику можно реализовать как самостоятельный логический предикат За предложенным минимально необходимым интерфейсом итератора gov легко угадывается итератор, равномочный однонаправленным итераторам STL В то же время, STL предлагает гораздо более развитые с точки зрения интерфейсов двунаправленные итераторы и итераторы произвольного доступа С рассматриваемой точки зрения они являются итераторами с расширенным интерфейсом В качестве примера пустого итератора можно привести потоковый итератор STL Который предназначен для маркировки конца потока И упоминался нами ранее в видеокурсе как итератор end of stream Подводя предварительные итоги нашего краткого обзора различных разновидностей итераторов Предлагаем вам ознакомиться с основаниями для их возможной классификации Сводная схема классификации итераторов по различным основаниям приведена нами на текущем слайде Ведя речь о сравнении итераторов, нельзя не остановиться на одной характерной ситуации архитектурного выбора Речь идет о выборе между внешними и внутренними итераторами Внешним итератором активным образом управляет клиент Который задает, определяет порядок обхода агрегата Итератор по которому он использует Примером внешнего итератора является любой итератор Который предоставляется контейнерами STL и совместимыми с ними решениями Как следует из представленной нами сравнительной таблицы Внешний итератор является более гибким решением Поскольку клиент самостоятельно определяет логику перемещения по агрегату В то же время внешние итераторы не обеспечивают необходимого удобства при обходе деревьев и им подобных структур В то же время внутренние итераторы в некотором смысле являются их прямой противоположностью Внутренние итераторы реализованы в STL большинством обобщенных алгоритмов В первую очередь теми из них, которые работают с контейнерами целиком Либо с итераторной парой, которая определяет границы обхода элементов внутри контейнера Реализация итератора, которая является внешним по отношению к своему агрегату И при этом имеет минимально необходимую функциональность Схематично представлена на текущем слайде Следующий поведенческий шаблон Gov Решает проблему большого количества перекрестных ссылок друг на друга объектов со сложными взаимосвязями В том случае, если количество таких взаимосвязанных и взаимозависимых объектов достаточно велико А схема их взаимоувязки приближается к схеме многие ко многим То количество связей будет расти квадратично По мере увеличения количества самих объектов Очевидно, управлять таким количеством связей сложнее, чем ситуации, когда число связей растет линейно А сами связи имеют природу один ко многим Для перехода от ситуации многие ко многим к ситуации один ко многим Предназначен шаблон-посредник Этот шаблон крайне прост со структурной точки зрения В него входит только конкретный и, возможно, абстрактный посредник И так называемые объекты-коллеги Имеющие минимальный унифицированный интерфейс Рассматривая данный шаблон через призму интерфейса объектов-коллег Необходимо заметить, что им вовсе не обязательно демонстрировать какое-либо единое поведение Все, что требуется от объектов-коллег Располагать указателем или ссылкой на объект-посредник Посредник уже, в свою очередь, достаточно располагать ссылкой или указателем на каждого из коллег Внедрение шаблона посредник способно сформировать в программной системе узкое место Поэтому за пропускной способностью объекта-посредника За его откликом и готовностью обслуживать поступающие запросы без ожидания Необходимо тщательно наблюдать Как вы, возможно, уже заметили Многие привычные слова русского языка в архитектуре программного обеспечения Приобретают новый, подчас неожиданный смысл Так, в отличие от только что произнесенного нами глагола наблюдать Существительное наблюдатель тоже мы будем использовать в новом, особом смысле Этим словом, наряду с принятыми синонимами, обозначается еще один поведенческий шаблон ГОВ Шаблон наблюдатель является, пожалуй, одним из наиболее часто встречающихся и часто используемых паттернов проектирования Его основная задача связана с объединением двух слоев абстракций Среди которых мы найдем так называемых издателей информации и подписчиков на нее Модель издатель-подписчик предполагает, что одни элементы программной системы Подписчики, например, графические элементы управления или виджеты Зависят от других элементов той же самой системы, так называемых издателей Например, содержащих информацию, полученную путем межпроцессного взаимодействия, считанную из файла или из базы данных Состав подписчиков является неизвестным для издателей и наоборот Поэтому для их совместной продуктивной работы необходимо ввести механизм подписки И механизм уведомления со стороны издателей о том, что предоставляемые ими данные или информация обновились Каким образом это делается, мы сейчас и рассмотрим В общем случае мы можем выделить абстрактный и конкретный слой издателей и подписчиков Издатели и подписчики в терминологии gov именуются субъектами и наблюдателями соответственно Для того, чтобы модель издатель-подписчик функционировала Субъекту необходимо иметь возможность подключать attach, отключать detach И информировать наблюдателей notify о том, что его состояние изменилось Уведомление наблюдателей заключается чаще всего в обходе по всему перечню известных субъекту наблюдателей С обращением в их адрес запроса на обновление Update Наблюдатель может располагать ссылкой на соответствующий субъект Что целесообразно, если субъект является единственным Кроме того, как издатель, так и подписчик могут располагать своим собственным состоянием То есть набором атрибутов, которые могут запрашиваться и изменяться Основные различия в реализациях модели издатель-подписчик Кроются в наборе информации, который субъект снабжает наблюдателя Этот набор информации может быть как минимально необходимым По сути сигналом о том, что что-то произошло Так и полноразмерным блоком, структурой, классом, пакетом данных Или иной посылкой, которая снабжает всех заинтересованных наблюдателей требуемыми данными Эти модели известны как модели вытягивания и проталкивания В чистом виде они, как правило, не встречаются Но для того, чтобы ваш архитектурный выбор был рациональным Необходимо их детально рассмотреть Перейдем к этому рассмотрению Модель вытягивания пул предполагает, что наблюдатель самостоятельно В инициативном порядке запрашивает у субъекта всю ту информацию Которая необходима ему для своего обновления В этом случае степень информированности субъекта о наблюдателях может быть минимальной Благодаря этому обстоятельству субъект может легко использоваться в различных контекстах То есть с разными по составу наблюдателями Слабой стороной этой модели являются избыточные вызовы Которые неизбежны со стороны наблюдателя Поскольку сам субъект запускает процесс обновления наблюдателей Всего лишь некоторым обобщетным сигналом Указывающим на то, что это обновление необходимо В свою очередь классическая модель проталкивания Пуш требует от субъекта, чтобы он самостоятельно сформировал и направил в адрес каждого наблюдателя Всю необходимую информацию Причем сделал это за одну информационную посылку В случае, если набор наблюдателей достаточно разнороден Некоторым из них часть информации, по всей видимости, окажется не нужна Таким образом, каждый из наблюдателей Получит либо ровно ту информацию, которая ему необходима Либо больше, получив возможность проигнорировать часть посылки Это делает такую модель достаточно неэффективной С точки зрения объема передаваемой информации Однако эффективной с точки зрения производительности Поскольку субъекту достаточно сделать один вызов А наблюдателям дополнительные вызовы не требуются Отрицательной стороной модели проталкивания Помимо избыточной информационной посылки Является сильная степень связанности Между субъектами и наблюдателями Поскольку формируя такую обобщенную и полезную для всех посылку Субъект знает слишком много о своих наблюдателях Для того, чтобы использоваться в ином контексте Без дополнительной адаптации кода По той простой причине, что и модель проталкивания И модель вытягивания имеют сильные и слабые стороны Оптимальное архитектурное решение чаще всего заключается в выборе Минимально необходимой для каждого наблюдателя информации Инициативной отправки этой информации со стороны субъекта И дальнейшем вытягивании тех дополнительных сведений Атрибутов состояния, которые необходимы каждому конкретному наблюдателю Для завершения операции своего обновления Два следующих поведенческих шаблона Состояние и стратегия соседствуют как в русско- так и в англоязычном варианте каталога Банды Четырех Кроме того, их роднит единство именования элементов участников А также в целом общее предназначение Связанное с обеспечением возможностей динамического конфигурирования соответствующих элементов системы По этой причине демонстрировать их структуру и рассказывать о возможностях Открывающихся перед вами при внедрении соответствующих шаблонов Мы будем в сравнении и практически параллельно Шаблон State позволяет корректировать поведение объекта контекста В зависимости от его текущего состояния По сути, речь идет о возможности моделирования конечно-автоматной структуры Будь то документ в системе электронного документа оборота или игровой юнит Характерным признаком, указывающим на необходимость внедрения шаблона состояния Является наличие в программном коде единообразных структурных элементов А именно операторов ветвления или чаще операторов множественного ветвления Которые в свою очередь являются идеальными кандидатами на замену при помощи полиморфной иерархии классов Именно такая полиморфная иерархия состояний и строится по отношению к объекту-контексту В переводе на унифицированный язык моделирования сказанное может быть представлено так, как вы видите на текущем слайде Заявленный в интерфейсе объекта-контекста запрос request требует для своего исполнения обращения к методу handle того или иного конкретного класса состояния Нюансы в реализации шаблона состояния заключаются в том, какой из участников отвечает за переключение состояния контекста В одном случае речь может идти о централизации логики переключения, то есть собственно реализации автоматной структуры на стороне контекста В альтернативном, децентрализованном варианте логика переключения может быть распределена между всеми классами-состояниями Как и шаблон состояния, шаблон стратегия ориентирован в первую очередь на динамическое конфигурирование объекта-контекста Различие между ними заключается в том, что состояние, шаблон, который мы только что обсудили В первую очередь ориентирован на реализацию некоторой автоматной структуры В то время как стратегия имеет своей целью реализацию некоторой политики Под которой можно понимать вариативную часть алгоритма отклика на тот или иной поступающий извне объекта-контекста запрос Возможность такого динамического конфигурирования алгоритмической части контекста и является приоритетным инженерным обоснованием Позволяющим доказать необходимость реализации данного шаблона в микроархитектуре вашей системы Конструктивно шаблон стратегия, так же как шаблон состояния, строится на основе полиморфной иерархии классов Ссылку на абстрактный корень этой иерархии по-прежнему содержит участник контекст Замена в терминологии заключается в том, что на смену запросу приходит операция Operation, переменной частью которой является реализуемой вариативной стратегией алгоритм Впрочем, стратегия может не только динамически меняться во время исполнения кода, но и жестко фиксироваться при его компиляции Пример минимальной реализации задачи параметризации контекста фиксированной стратегии представлен на текущем слайде Вспомните наш разговор о точке фиксации В данном случае при использовании стратегии как типа параметра шаблона класса контекста Речь может идти о наиболее ригидной, но в то же время наиболее эффективной фиксации Происходящей в момент компиляции исходного кода Являясь параметром шаблона контекста, стратегия выступает как тип закрытого атрибута Который допускает вызов интерфейсного метода doAlgorithm Реализация самого метода doAlgorithm на стороне параметризующей стратегии Выходит за пределы данного рассматриваемого примера Что же касается параметризации стратегии конкретного экземпляра контекста в точке его использования То она вряд ли вызывает какие-либо проблемы и нуждается в дополнительных комментариях Предпоследний из рассматриваемых нами шаблонов каталога банды четырех Позволяет на уровне базового класса определить инвариантную логическую структуру алгоритма Решение какой-либо задачи для всех производных классов Именно в этом заключается его основное предназначение Что же касается нюансов реализации То для их рассмотрения нам придется ввести еще два новых понятия Понятие примитивной операции и понятие операции зацепки На уровне базового класса часть поведения очевидно не будет определена Эти шаги или элементы алгоритма будут специфицированы на уровне производных классов Вопрос заключается лишь в том, является ли это специфицирование обязательным или опциональным К счастью, язык C++ позволяет на уровне исходного кода, а не комментариев или поясняющих моделей Определить оба способа, оба варианта обязательности или модальности специфицирования операций В том случае, если нашей целью является вменить производным классом в обязанность реализацию тех или иных шагов или элементов целостной операции Мы можем оформить эти шаги или подпроцессы как чистые виртуальные функции базового класса Возможно, заметим, имеющие некоторое тело Что же касается опциональной спецификации на уровне производных классов На уровне базового, для этого можно ввести одну или несколько пустых функций Архитектурная ценность которых заключается в согласовании единого интерфейса вызова, а также типа возвращаемого значения Те чистые виртуальные функции, которые определены на уровне базового класса и подлежат обязательному перекрытию на уровне производных Мы будем называть примитивными операциями Те же пустые функции, которые предполагают необязательную реализацию на уровне производных классов Мы будем называть операциями-зацепками Как паттерн объектно-ориентированного проектирования шаблонный метод чрезвычайно прост И базируется на применении двух объектов-участников абстрактного и конкретного класса Заметим, что на месте любой из примитивных операций на данной UML диаграмме может оказаться и операция-зацепка Описанное нами ранее различие между примитивными операциями и операциями-зацепками представлено нами в иллюстративной таблице Заметим, что как чистая виртуальная функция, так и зацепка могут иметь реализацию по умолчанию Этой реализацией при необходимости могут воспользоваться все остальные участники данного шаблона, а именно любой из конкретных классов потомков Внедрение в архитектурную ткань системы шаблонных методов дисциплинирует классы потомки, реализуя своеобразный родительский контроль В этом случае действия классов потомков ограничены той дисциплиной, которая сформирована на уровне базового класса Все, что могут сделать потомки, определить характерные для них элементы поведения в виде перекрытых чистых виртуальных функций или реализованных по-своему операций зацепок Поведенческий шаблон «посетитель» уже упоминался нами в контексте рассмотрения отдельных элементов семейства библиотеки Boost Напомним, что посетитель — это объект, который позволяет своим существованием расширить функциональность одного или нескольких классов По сути, речь идет о расширении функциональных возможностей класса или семейства классов без изменения их исходного кода Для того, чтобы это стало возможным, объект «посетитель» должен иметь возможность посещать конкретные экземпляры соответствующих классов и выполнять над ними те или иные заданные операции Шаблон «посетитель» эффективен в том случае, когда репертуар функций может быть нестабилизирован, но обязательно стабилизирован состав самих классов В этом случае характер, выполняемый над классом операции, зависит от двух факторов Класса самого объекта и класса посетителя Такая двойная зависимость операции от обрабатываемого класса и класса посетителя носит название двойной диспетчеризации В теоретическом плане мы поговорим о ней немного позднее Пока же остановимся на UML-диаграмме шаблона «посетитель» По иронии судьбы, диаграмма самого последнего рассматриваемого нами шаблона не уступает по своей сложности диаграмме первого паттерна «абстрактная фабрика» Но перейдем к делу Поскольку представленная диаграмма описывает наиболее общий случай применения посетителя для семейства объектов То рационально говорить о том, что существует некоторый обобщенный класс элемента Включенного в состав того или иного агрегата По отношению к которому, так же как и по отношению к отдельным элементам, может применяться класс посетителя В этом случае агрегат реализует функцию обхода элементов и предоставление каждому из них возможности индивидуально поработать с соответствующим посетителем Иерархия посетителей в отдельных случаях также является избыточной Речь может идти как об одной функции, так и о нескольких различных Если такая функция является единственной, то иерархия посетителей принимает вырожденную форму Обратите внимание, что вслед за абстрактным предком каждый конкретный посетитель должен уметь работать с каждым вариантом элемента Это обстоятельство и является той преградой, которая мешает произвольно увеличивать количество различных вариантов элементов, доступных для обработки тем или иным посетителям Что же касается самого класса элемента или возможно иерархии элементов То минимально необходимый для них интерфейс крайне компактен и представлен всего одним методом, реализующим возможность отвечать на запрос Accept, то есть принимать посетителя Упомянутая нами ранее двойная диспетчеризация является частным случаем множественной диспетчеризации, то есть техники выбора операции в зависимости от нескольких типов сразу В языке C++ диспетчеризация является сугубо одинарной Та или иная операция зависит от конкретного типа, класса, объекта, экземпляра, по отношению к которому она применяется Гипотетическое наличие поддержки двойной диспетчеризации в языке C++ и в других современных языках объектно-ориентированного программирования сделало бы этот шаблон совершенно бессмысленным Но в силу того, что многие современные языки такой поддержкой не обладают, знакомство и умение работать с этим шаблоном являются крайне полезными в практике проектирования Представленная на текущем слайде обобщенная структура класса посетителя является вполне стандартной, но в то же время избыточной Избыточность этой структуры связана с нашим намеренным отказом от техники перегрузки метода visit В том случае, если этот метод окажется перегружен, то само имя visit будет использовано в рамках класса ровно один раз А все возможные варианты элементов, с которыми способен работать данный посетитель, будут выражаться исключительно через употребление указателей или ссылок в сигнатуре соответствующих вариантов метода visit Рассматривая же типовую реализацию абстрактного и конкретного элемента, хотелось бы заострить внимание наших зрителей на примерной реализации метода accept который в свою очередь является чистой виртуальной функцией на уровне абстрактного элемента и обращается к конкретному методу visit своего посетителя, передавая указатель this на его вход на уровне конкретного элемента Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...